Мрак Марианской впадины – самое неизведанное место на планете. Здесь, на глубине более 7 миль, царит вечная темнота и давление, способное сокрушить стальную конструкцию. Однако это не остановило отважного дайвера, решившего отправиться в экспедицию, которая изменила его жизнь. В поисках неизведанного он погружался глубже и глубже, мчась сквозь чернильные толщи океана, чтобы стать первым человеком, проникшим так далеко. И вот среди безмолвной пучины его осветительный прибор зацепил что-то необычное, нечто, чего здесь быть не могло. Это было не природное образование, а рукотворная структура, замаскированная под морское дно. По мере приближения его сердце начинало биться все быстрее. Контуры напоминали вход в пещеру, зияющую тайной. Настойчивое любопытство и воля к открытиям вели его вперед. Когда дайвер вошел внутрь, он увидел невероятное, великанский кристалл, излучающий неземное сияние, заполняющее пространство вокруг. Даже в абсолютной тьме он излучал мощь, способную осветить самые темные уголки. Кристалл источал нечто большее, чем просто свет. Это была энергия, которую невозможно было объяснить. Перед ним раскрывался секрет, способный перевернуть все представления о нашем мире. Но это было только начало. Ведь кто знает, какие тайны скрывает этот кристалл и почему он оказался здесь, в самой глубокой точке Земли. То, что начиналось как рутинное погружение, обернулось открытием, от которого нельзя было просто так отмахнуться. Но что же предстояло ему узнать в глубинах этой загадочной впадины? Свет кристалла был поразительным. Каждая его грань отражала и преломляла лучи, создавая иллюзию звездного неба внутри подводной пещеры. Дайвер, находясь в коконе яркого свечения, ощутил странное спокойствие. Казалось, что энергия кристалла не просто освещала пространство, но и взаимодействовала с его мыслями, вызывая непонятные ощущения. Это было похоже на тихое шептание в сознании, как будто кто-то или что-то пыталось установить контакт. Но ведь это невозможно, верно? Пока он старался разобраться в собственных чувствах, его внимание привлекли необычные символы, высеченные на стенах вокруг кристалла. Они выглядели совершенно чуждой природе и, вероятно, не принадлежали ни одной известной цивилизации. Как будто кто-то оставил послание, которое могло бы объяснить происхождение кристалла. Но прочитать его было невозможно. Эти знаки были как зашифрованное послание, загадка, которую еще предстояло разгадать. Дайвер сделал шаг ближе, чувствуя, как энергия обволакивает его словно невидимой вуалью. Под ногами вдруг засветились линии, соединяющие кристалл с стальной пещерой. Это было похоже на сеть, разветвляющуюся во все стороны, как нервы гигантского существа, скрывающего глубочайшие тайны. Эта структура будто бы поддерживала жизнь этого подводного мира, существующего отдельно от известной человечеству реальности. В ту же секунду он осознал, что кристалл – это больше, чем просто находка. Возможно, он – часть чего-то гораздо большего, связанного не только с нашей планетой, но и с другими мирами. Исследуя окружающие стены пещеры, дайвер заметил, что некоторые из символов начали светиться в такт с его движениями. Возможно, это было связано с энергией кристалла, который каким-то образом активировал эти таинственные знаки. Это открытие подстегнуло его воображение. Возможно, эти символы являлись не просто украшением, а ключом к пониманию тайны, спрятанной здесь. Обнаружив небольшую щель в стене, он осторожно протянул руку, чтобы ощутить прохладную поверхность. Его пальцы нащупали углубления, напоминающие древние письмена. Что если эти знаки являлись древним языком, сохранившим послания из давно забытого мира? Тем временем кристалл продолжал излучать мощь, которая, казалось, проникала в самую глубину его существа, пробуждая воспоминания и образы, которых он никогда не знал. Эти фрагменты, как кусочки мозаики, начинали складываться в общую картину, подсказывая, что кристалл мог хранить в себе историю, о которой человечество даже не подозревало. Возможно, этот таинственный артефакт разблокировал доступ к знаниям, что предшествовали всем современным культурам и цивилизациям. Вдруг он заметил необычные изменения в самой атмосфере пещеры. Воздух стал более тяжелым, появилось ощущение глубокой связи между кристаллом и этой древней структурой. Каждое прикосновение к кристаллу возвратило его к мыслям о том, что это мог быть портал к чему-то больше, чем просто встреча с неземным. Здесь, на глубине 7 миль, в его руках оказался ключ к тайнам, которые могли перевернуть его представления о Земле, человечестве и, возможно, о всей Вселенной. Однако предстояло выяснить, кто создал эту величественную находку и зачем она была оставлена здесь, в сердцевине океана. Когда дайвер осознал, что этот кристалл тесно связан с энергетической сетью, его изумление перешло в осторожное исследование. Он обнаружил, что кристалл меняется в зависимости от его движений, словно реагируя на его присутствие. Каждое его прикосновение вызывало вспышки света и дрожь, распространяющуюся по стенам пещеры. Он заметил концентрирующуюся энергию, которая, казалось, укрепляла структуру сооружения, поддерживая его жизнеспособность в суровых условиях впадины. Эта находка лишь добавила вопросов, что за сила заложена в этом кристалле и какие последствия может повлечь за собой ее пробуждение. Дайвер понимал, что это открытие могло изменить саму суть нашего существования. Если энергия кристалла действительно могла влиять на структуры в его окружении, то на что еще она способна? Возможно, эта находка не просто ключ к знаниям прошлого, но и источник невероятной силы, которая может быть использована в нашем настоящем. Продолжая исследовать пещеру, он заметил, что некоторые из светящихся линий стали исчезать, оставляя за собой следы тепла. Это не просто феномен, а процесс, который мог означать изменение всей структуры вокруг него. Он начал записывать свои наблюдения, понимая, что это может быть единственным шансом зафиксировать все детали этого загадочного места. Но как только он осознал значимость данных, напряжение лишь усилилось. Кристалл продолжал отдавать мощные энергетические импульсы, которые могли быть как даром, так и угрозой. За пределами этих стен таилась неизвестность, и дайвер понимал, что ответственность за это открытие легла на его плечи. Именно он должен был решить, как использовать знания и энергию, которые кристалл открыл ему. Но пока он находился в этой пещере, окружающий его мир казался далеким, словно отдаленным отражением его сознания, затерянным в глубочайших водах. Секрет, разгаданный в этом месте, мог изменить ход истории, но оставалось выяснить, как его правильно использовать во благо человечества. Погружаясь в эту загадочную пещеру, дайвер не мог не заметить удивительные изменения вокруг. Каждый его шаг оживлял пространство, словно прикасаясь к сети, состоящей из энергетических линий. Эти линии пронизывали пещеру, как сосуды, питавшие неведомую жизнь изнутри. Он осторожно следил за ними, пытаясь понять, как они связаны с кристаллом. Путешествие вглубь пещеры приводило к новым открытиям. Под слоем таинственного света скрывались двери, как будто ведущие в другие части скрытого мира. Некоторые из дверей были опечатаны, покрыты слоем векового ила. Казалось, что они хранят тайну, давно забытую временем. Дайвер заметил, что стены рядом с этими дверями украшены барельефами, изображающими невероятные сцены из жизни неизвестной цивилизации. Возможно, эти образы были ключом к пониманию того, кто создал эту подводную структуру и каков был смысл их послания. Пока он изучал эти древние картины, его внимание привлек необычный звук. Это было похоже на едва уловимый низкий гул, исходящий из глубин пещеры. Он заинтригованно пошел на звук и вскоре обнаружил его источник. Массивные ворота, закрытые, но дрожащие от внутренней энергии. Каждая попытка приблизиться вызывала резонанс, словно кристалл отзывался на его присутствие, стараясь привлечь его внимание к этой части пещеры. Перед ним открывалась возможность разгадать еще одну тайну этого подводного мира. Однако вопросы не давали покоя. Что скрывается за этими вратами? Дайвер догадывался, что находка может быть только началом невероятного путешествия. Его открытие в Марианской впадине обнажило лишь часть айсберга, который ожидал своей очереди раскрыться. Он понимал, что каждая новая находка приближает его к разгадке загадки, но при этом наводит на мысль о том, что не все так просто и безопасно, как казалось изначально. Дайвер внимательно всматривался в портал, который, казалось, пульсировал в такт с его сердцебиением. Внутри него росло ощущение, что найденный кристалл и пещера скрывают знания о прошлом нашей планеты, о которых мы и не подозревали. Это было похоже на открытие древней библиотеки, где каждая книга хранит секреты, способные изменить представление о человеческой истории. Он сделал шаг вперед, и свет кристалл, казалось, указал ему путь. Внимательно изучая барельефы, он замечал среди изображений невероятные сцены, висевшие в воздухе города, существа с неизвестными ему чертами. Все это было записано здесь как свидетельство существования другой формы жизни. Он понимал, что находится на грани открытия правды о происхождении Земли и, возможно, самого человечества. И именно кристалл мог быть ключом к этому пониманию. Продолжая двигаться вперед, он ощущал, как его окружает энергия, помогающая расшифровать загадочные символы. Каждый его шаг раскрывал все новые и новые аспекты этой древней цивилизации, и он с нетерпением ждал, что же будет дальше. Однако было ясно одно. Их знания о Вселенной превосходили все, что было известно людям. Возможно, таинственный кристалл был не просто энергетическим источником, а своеобразным архивом, хранящим память о давно исчезнувших мирах. Каждая его находка в этом легко воспламеняющемся пространстве лишь усугубляла его вопросы. Как этот кристалл оказался здесь, на дне Марианской впадины? Кто его сюда поместил и зачем? Дайвер осознавал, что его открытие – нечто большее, чем просто находка. Это был вызов времени и истории, который требовал самых смелых решений. Прежде чем погружение завершится, ему еще предстояло понять, как именно использовать открытые знания, чтобы они не попали в неправильные руки. В гуще потока мыслей дайвер не мог отвлечься от ощущения, что его находка была связующим звеном с давно исчезнувшими цивилизациями. Его сознание на электризованной энергии кристалла заполняли образы, напоминающие флешбеки, словно он просматривал архивы о прошлом планеты. Он видел картины мира, в котором люди жили бок о бок с существами, обладающими технологиями, превосходящими наши. Эти существа, по всей видимости, и были создателями кристалла, используя его в качестве хранилища знаний и силы. Каждый его шаг давал новую силу пещере. Кристалл, как портал, открывал перед ним сцены из прошлого, расположенные в порядке временной хронологии. Он видел образы постройки гигантских сооружений, взаимодействия с энергиями Вселенной и невероятные открытия, которые могли изменить современную науку. Однако, что удивляло больше всего, это ощущение, что люди и эти загадочные существа, по сути, были связаны. Возможно, именно благодаря таким артефактам человечество получило свой первый толчок к развитию, но потом память о них была утрачена. Вскоре он заметил маленькую нишу в стене пещеры, скрытую под илом. Из нее тянулись светящиеся нити, служащие своеобразным микроскопическим маршрутом, ведущим в глубину. Казалось, что они указывали на местоположение чего-то более важного, чем сам кристалл. Дайвер, ведомый жаждой открытий, осторожно последовал за этой сетью. Ему удалось найти небольшую камеру, скрытую от посторонних глаз. Она была наполнена артефактами, среди которых, возможно, находился ключ к разгадке тайны. Однако времени у него оставалось все меньше. Энергия кристалла начала изменять атмосферу пещеры, словно предвещая какую-то перемену. Он должен был принять решение. Остаться и продолжить исследование или вернуться с тем, что уже было найдено. Понимая, что впереди могут быть неожиданные последствия, он знал, даже небольшой фрагмент информации может оказаться решающим для будущего. Его задача – донести это до мира, не позволяя открыть портал в руки тех, кто может использовать это знание в ущерб человечеству. Весь мир затаил дыхание, когда известие о кристалле Марианской впадины достигло заголовков. Эта находка обещала перевернуть научные представления, но также привела к опасной гонке за властью. Дайвер, поступивший мудро, решил, что его главный долг – защитить эту находку от дурных намерений. Однако задача была не из легких. Как только информация о кристалле распространилась, подводная пещера стала объектом пристального внимания. Экспедиции и спецслужбы начали разрабатывать стратегии по его захвату. По мере того, как давление усиливалось, дайвер собрал небольшую команду ученых, чтобы изучить кристалл, не допуская его попадания в руки тех, кто может использовать его во зло. Они разработали план по безопасной транспортировке кристалла в секретное место на суше, где его можно будет исследовать без угрозы взрыва или других катастрофических последствий. Вакцина от глобальной катастрофы могла быть найдена только благодаря наблюдениям и анализу. Научные открытия, которые кристалл мог предоставить, обещали прорывы в таких областях, как энергетика, здоровье и даже способы межзвездных путешествий. Однако кристалл также представлял опасность, ведь его мощь могла быть использована в военных целях. Команда сосредоточилась на том, чтобы понять механизм действия кристалла и его потенциальное влияние на планету. Исследования шли полным ходом, и первые результаты показали, что энергия кристалла действительно может быть использована для беспрецедентного прогресса. На этом фоне международное сообщество начало переговоры о судьбе загадочного артефакта. Мировые лидеры обсуждали создание транснационального комитета для надзора за его изучением и использовали находку как повод для укрепления мирных отношений. Дайвер, оставивший свою находку, знал, его открытие стало началом новой эры для человечества. Теперь надежда на то, что кристалл будет использован для всеобщего блага, зародилась в сердцах миллионов. Но сможет ли человечество удержать эту мощь под контролем, или она станет катализатором изменений, еще предстояло узнать.